Субтитры делал DimaTorzok С варианта написания тестов, используя GUI. Естественно, мы где-то начинали в самом начале, когда разбирали, еще и успели обсудить вопрос, а вообще кому это нужно, тестирование, да, и нужно ли вообще. Но давайте будем считать, что сегодня все уже знают, что тестирование нужно, да, согласитесь. Мы хотим делать программы надежной, серверной, и выявить, и отловить, и исключить ошибочный код. Конечно, это все важно. И нужна автоматизация. Поэтому те библиотеки, которые мы с вами разбираем, они предполагают что? Они предполагают, что мы должны облегчить труд программиста. Чтобы не он сидел там, я не знаю, постоянно занимался отладкой, тестированием, а чтобы какая-то генерация кода, чтобы запуск тестов был легок и удобен. Чтобы я мог запустить тысячу тестов и уйти спать. Разбирая G-Unit мы говорили, да, прекрасно, все пишется кодом на Java. И там есть аннотации, которые вы можете добавлять для того, чтобы создать какие-то нюансы в настройке тестов. И продолжая вспоминать G-Unit, мы должны упомянуть еще одну вот эту последнюю позицию, которая здесь на слайде в квадратике, G-Mock и так далее. А если я хочу не только юнит-тестирование, то есть тестирование функционала, а хочу еще, ну скажем так, некие дополнительные возможности. Мне нужно исключить какой-то код, вместо него заглушку сделать или вот то, что называется понятие Mock, объект специальный, который еще фиксирует поведение. Я что, это писать должен руками? Естественно, нет. Мы должны подключить соответствующую библиотеку. И получается, юнит-тестирование с помощью G-Unit требует подключения дополнительных библиотек. Это не может быть плюс. Следующее мы рассмотрели на семинаре тест-НГ. Да, это тоже на Java. И основная идея создания этих юнит-тестов – аннотации. Очень серьезное, большое число аннотаций, которые почти на все случаи жизни. Но так как еще нужны некие настроечные параметры, допустим, я хочу выполнить тест несколько раз, определенный последовательность, там еще что-то, еще что-то. Это делалось там с помощью XML-файлов. Но опять же, если я хочу дополнительные возможности, библиотека тест-НГ в себя это не включает. И вы должны опять же были использовать вот эти вот библиотеки G-Mock и так далее, для того, чтобы вот эти все возможности по изоляции кода, его тестирования в каких-то таких фиксированных рамках, жестко заданных, реализовать. Это неудобно. А библиотека вторая, третья, а какую выбрать из этого списка? G-Mock, G-Mock и так далее. А если ваши коллеги, которые вместе собрались в одном проекте, использовали разные, это будет очень неудобно. Поэтому, глядя на все это, те, кто, в общем-то, занимается тестированием и хотят упростить и себе жизнь, может быть, и своим коллегам, и нам, они попытались разработать и пытаются до сегодняшнего дня и будут пытаться дальше создать что-то новое, какой-то новый подход. Вот то, что мы сегодня будем разбирать, называется SPOC. Ну, понятно, что это библиотека, SPOC, Framework, неважно. Последний, четвертый семинар SCAL будет у нас. Итак, что было плохо, что хотелось бы изменить, улучшить? Первое. Было бы неплохо, одна технология давала возможность выполнять и юнит-тест, и стабы, и моки создавать. Да, SPOC это умеет, понимаете, да? Вот, видите, да, до самого низа вот эта вот линейка со SPOC, она одна, по сути, платформа, позволяет любые виды, любые в тестах делать, ну, скажем так, и изоляцию кода в какую угодно. Это плюс. Следующее, что для написания тестов важно. Сам процесс написания, ведь в любом случае генерация кода не отменяет, что с моей стороны требуется написание кода. Поэтому само написание должно быть простым. Код должен быть легким, компактным, и сам язык, на котором пишется код тестов, должен быть таким, скажем, как бы это очень гибким и коротко, но достаточно сложные вещи позволять реализовывать. И для этой платформы SPOC в качестве языка написания тестов был выбран грубий. С одной стороны он объектно-ориентированный, с другой стороны он динамический, с третьей стороны он еще имеет функциональное программирование. Сейчас такое современное направление называется мультиязык, который поддерживает несколько парадигм. И такой, и такой, и такой, всего понемножку. Поэтому в любом случае язык достаточно интересный, гибкий и простой. Вы не думайте, что я знаю грубий, я его точно так же, как вы, не знаю. Но написать и посмотреть, как создаются тесты, и понять, что написано, в общем-то, оказалось абсолютно несложно. Вы скажете, но если тесты пишутся на грубий, то что они позволяют тестировать? Ну, естественно, грубий и джаву, что приятно. Второй момент. Авторы попытались в платформе Spock Framework реализовать несколько иной подход к самому процессу создания тестов. Вот видите, под каждым тестом написано Test Driven Development. Ну, это знакомая аббревиатура. Разработка через тестирование. А здесь написано Behavior Driven Development. Получается, что, вот такая современная идея, вы пишете как бы разработчик, не знаю, кто у нас пишет, тестировщик, он пишет именно сценарий, как должен выполняться тест. И язык грубий, и сами тесты, которые будут написаны на грубий, они действительно выглядят как сценарий. Вообще грубий используют для МСАНИ, в том числе и сценарий. Поэтому он такой, очень человеческим лицом ход. Я говорю, я хочу, чтобы вот это произошло, и хочу потом проверить вот это. И это будет прям как вот написано, почти точно так же, очень похоже будет выглядеть и в ходе. Соответственно, такой современный подход, не знаю, посмотрите, может вам понравится. Следующее, что мы должны, чтобы посмотреть какие-то примеры, а не только слова. Где, в какой среде это можно попробовать реализовать? Эклипс, я буду использовать идею. В NetBeans не стал терять время разбираться, как туда подключить. Грубий поддерживает NetBeans, но как туда еще, не знаю, вот честно скажу, остановился я, казалось бы, в идее все работает. Ну зачем я буду терять время разбираться? Поэтому и скалу, которую я буду показывать в следующий раз, тоже буду делать в идее, потому что там прям есть готовые плагины, установил и все работает. Но еще есть одна очень интересная возможность для того, чтобы посмотреть Spock Framework. Может быть не все легко просто владеют там, допустим, какими-нибудь там, не знаю, Eclipse или там, и вообще не занимаются Java, а захотят посмотреть написание тестов. Есть специальный онлайн ресурс, сейчас я его найду, точнее, вероятно, он уже найден, открою. А, однако я его закрыл уже сегодня успел. Ну ничего, сейчас мы это реализуем. Значит, если мы зайдем на вот такую страничку, так, смотрите, она называется MeetSpockAppSpot.com. Я, те, кто у нас в вебинаре, я куда-то в чат могу сбросить эту ссылочку. Итак, смотрите, вы можете зайти на этот микс MeetSpock.AppSpot.com, и здесь у вас появляется возможность написания теста. Вот, видите, ну это скриптовый язык, грубит, это самый интерпретируемый язык. Соответственно, вы можете здесь прям писать тест, а сверху можно написать что-то, что тестируете, прям тут же запускать, смотрите, как это работает, какие-то нюансы проверять. И так далее. Такой достаточно оригинальный онлайн ресурс. Да, он тестирует, конечно, код написанный. Я так пока здесь специально не разбирался, но вот вроде бы над этим классом, который является, собственно говоря, юнит-тестом, сверху пишется код на грубе, который вы будете тестировать. Возьмете где-нибудь код на грубе, копипастом сюда добавьте, тестируйте сколько хотите. Ничего сложного. А мы будем, соответственно, с вами смотреть тестирование в идее. Ну, какую-то скачал бесплатную, естественно. Для того, чтобы в идею поставить компоненты, необходимые для использования груби, для использования Spock Framework, можно, в общем-то, зайти на какой-нибудь ресурс. Вроде бы у меня был какой-то здесь. Сейчас я попробую посмотреть, показать. Если забраться вот сюда по этой ссылочке, introduction, да, введение, в тестирование. Здесь приводится, какие необходимо в проекте Mavin добавить зависимости. Естественно, здесь Spock, Groovy. Еще, Groovy за собой еще потянет парочку позиций. В любом случае, это тоже ссылочку вам сброшу. В любом случае, все это несложно найти. Есть на GitHub, как обычно, демонстрационный проект, который можно скачать. Там все необходимые элементы выполнены. Все, что нужно, прописано. В любом случае, я не очень эти все вещи, скажем так, люблю. Когда там... Ну, в общем, я это один раз сделал и успокоился. Поэтому все библиотеки, которые нужны для работы, я вот из этого Mavin проекта, запустив его, откомпилировав, вынул. И потом уже, как готовые библиотеки, как JAR-архивы, могу подключать к любому проекту. В принципе, к NetBeans могу подключать, да. Единственное, что я вот не разбирался, а может ли NetBeans, допустим, мне что-то сгенерирует. Там есть поддержка. Здесь есть. Здесь есть генерация и так далее. Это удобно. И Intel Sense здесь есть в идее. Поэтому давайте посмотрим, какие библиотеки после компиляции проекта в Mavin вы получите, которые нужно подключать. Ну, во-первых, это сам Spock. Раз. Второе. Это Groovy. Потому что Spock – это фреймвок, который используют язык Groovy, значит, его поддержка должна быть подключена. Дальше обратите внимание. GUnit. Вы скажете, а GUnit-то что здесь делать? А очень интересно. Дело в том, что, представьте, у вас есть огромное количество тестов, unit-тестов, написано на GUnit. Да, вот они. И вы говорите, а давайте мы будем использовать другой фреймвок. Что, мне переписывают тесты? Не нужно. Spock-фреймвок может выполнять GUnit-тесты. У него свой движок встроенный. Так что, ради бога. Это плюс. GUnit за собой там еще что-то тянет. И, скажем так, все, что здесь необходимо, все добавляет. Итак, инфраструктура есть. Что нам нужно? Обычный проект Java. Это не обычный проект, да, как он создается. Новый проект Java. Console Application. Пустой. В папочку Source мы сейчас добавим, естественно, две строчки кода, которые мы будем тестировать. Я во всех своих вот этих вот математику пишу. Такой класс есть. Пусть будет масс-2. Итак, мы создали класс математика, в котором будет пара методов. Ну, наверное, мы тогда же делали плюс и минус. Но давайте будет плюс и директ. Какое-то разнообразие, да? Так, ладно. Шутка. Public. Работать будем с сентами. Я пытался с double слишком долго писать. Add. Круглые скобки. Сейчас мы там все напишем. Потом копипастом создадим еще и деление. Нам, естественно, складывать нужно два параметра. Соответственно, код на Java выглядит, те, кто Java не очень, скажем так, хорошо знает, ничем не отличается от того же кода на C-шарке. Да, если не сказать, что это Java, вы и не догадаетесь, что это Java. Дальше мы копируем и создаем деление. Div, естественно, назовем div. Хорошо, что целочисленные у нас операции. Если мы захотим посмотреть, какие проблемы у нас возникают, если возникают исключения при делении на ноль, то это нам как раз такой вариант пригодится в делении. Да, спасибо. Да-да-да, надо же все-таки делить. Что еще я не доделал? Вроде все. Вот у нас класс есть. Ну, можно здесь, не знаю, нажать кнопочку «Сохранить» на всякий случай. Так, сделано. Теперь я собираюсь. Не, ну, понятно, что в жизни у вас будет тысяча методов, для которых нужно писать 5000 тестов. Итак, на классе здесь можно нажать правой кнопочкой «Go to test». Ну, это и так все простенько в интерфейсе, поддержка уже вся существует. И так как теста нет, «Go to» идти некуда. Меня говорят, может быть, новый тест сделаю? Я говорю, давай, новый. Смотрите, сама почему-то предлагает автоматом «Спок». А, не знаю, ладно. Но, видите, и «GUnit» есть, и «TestNG», и «Спок». То есть, пожалуйста, идея поддержит любой вариант. Ну, мы договорились, что используем «Спок». Как обычно, так как я на конкретном классе нажимал, мне предлагают сразу создать заготовку для того, что у меня есть. «AddDiv». Все, я выбрал. Вот эти я. А почему нет? Вот так вот все, что ли, да? Да нет, мне что-то не нравится. Ладно, что-то мне как-то вот этот… Ладно, сетап поставлю, посмотрим. Итак, сгенерированный код, пожалуйста. Вот он перед вами. Вот он так выглядит. Скажите, ну, хорошо, если бы вам не сказали, что это какой-то другой язык программирования, да, но чем принципиально отличается тот код, который вы сейчас видите на экране? Ну, может быть, только словом «dev», да, определить. Так в «Groove» будут определяться переменные, методы, функции и так далее. Принципиально каких-то таких-то отличий с точки зрения организации класса нет. Вы скажете, имя метода какой-то, вот какой-то. Ну, не нравится, напишите по-другому. Ну, кавычки не нравятся. Я тоже скажу, ну, мне тоже не нравятся кавычки. Удалим их. Где тут? Клавиши. Удалю их. Никаких проблем. Все, пусть их не будет. Итак, что из себя представляет, давайте, с самого начала, класс, который занимается тестированием МАЗ. Ну, понятно, что в его название лучше добавить какое-то имя, которое будет говорить, да, это тестирование именно МАЗ-2. Он наследует от класса платформы SPOC. Вот это. Видите, SPOC, LENG и так далее. Поэтому вся необходимая вот эта вот оснастка, какие-то там методы общие, какие-то там, я не знаю, поддержка, выполнение там, я не знаю, G-Unity и так далее. Все это вот идет от этого класса Specification, который, собственно, есть в SPOC. Дальше. У нас как выполняется каждый тест? Независимо. Создается объект класса и вызывается метод. Вызывается метод. Вызывается метод. По сути, каждый метод вызывается независимо. И может оказаться так, что перед вызовом каждого метода вы заходите, перед вызовом каждого тестового метода, вы заходите какую-то сделать предварительную работу, а потом сделать какую-то завершающую работу. Вот для этого существуют методы, которые у нас следуют от Specification и которые имеют жестко заданное имя, например, Setup. У него есть пара, которая называется Cleanup. Перед каждым тестовым методом до и после, соответственно, вызывается Setup и Cleanup. Все это есть и в G-Unit, и в TestNG, и везде это есть. Это стандартно, и это должно быть. И есть пара методов, которые вызываются до всех тестов и после всех тестов. Вот мне почему-то хочется именно их попробовать. Они называются чуть-чуть, а в списке я их не увидел, кстати. Они называются SetupSpec. Это будет вызываться до всего. Ну и, соответственно, с таким же названием Setup, CleanupSpec, он будет вызываться после всех тестов. Ну вот так, пусть будет. Инфраструктура у нас есть. Дальше наша задача писать, естественно, руками начинку каждого теста методов. Ну давайте займемся Эдом. Напишем по-разному. Чтобы было принципиально видно, что они могут быть написаны совершенно по-разному. Первый вариант. Первый вариант. Как мы любой тест пишем? Надо создать объект, который мы собираемся тестировать. И на этом объекте подготовить данные исходные. Заведомо посчитать результат. Потом вызвать и сравнить. Все как всегда. Но в создании объект какие проблемы? Единственное, что здесь надо писать слово Dev. Я же определяю переменную. С именем Opge. Язык динамический. Типа писать не нужно, он сам разберется. New для создания объекта. Как он у нас называется? Maz2. Отлично. Создали. Все. Дефолтный конструктор. Все. Это код же на Java. Мы тестируем код на Java. Создали. Дальше. Дальше нужно выполнить само испытание. Вызвать на этом объекте метод add. Ну и потом сравнить его с заведомо известным результатом. Вспомните, как мы это писали на TestUnit. Мы создавали параметр, фиксировали возвращаемые значения. А потом писали assert, чтобы проверить условие, равно или не равно. Здесь короче. Здесь все получается короче. Смотрите. А видно там, да? Здесь получается короче. Выберите ваш объект, obj. На нем вызываете add. Передаете на вход. Ну я не обязательно тоже параметры готовить, да? Но я могу как констант их использовать. Я могу сразу написать равно. Равно. Пяти. Кстати, точку запятой я поставил просто потому, что привычка. Я не обязан ставить. Команды здесь разделяются. Если каждая команда в одной строке, то точку запятой ставить не обязан. Если несколько команд в одной строчке, надо разделять точку запятой. Вот это пока просто метод. Чтобы он стал тестом, в него надо добавить одно волшебное слово. Их вообще на самом деле может быть много, но в нашем случае достаточно одного волшебного слова. Дело в том, что в каждом тесте то, что вы делаете, делится на некоторые шаги. Например, первый шаг называется setup. Он. Это ключевые, по сути, слова платформы SPO. Правда, интерфейс их и не видит. Intel Sense не обязан видеть. После них ставится двоеточие. Как разделы. Я говорю раздел, setup. И в нем пишу какие-то необходимые переменные, данные, объекты и так далее. Кстати, слово setup, оно всегда первым. Первый раздел. И оно не обязательно. А вот после того, как вы все настроили и хотите проверить, что результат совпадает с ожидаемым, вы обязательно должны написать, это требуется, expect. Вот то, что я говорил. Как это называется? Behavior, driving, development. Вот эти разделы, они по сути есть как некий сценарий. Я говорю, надо настроить, надо проверить, что получили пятерочку. Вот именно появление хотя бы одного этого setup, expect и есть теперь, как бы свидетельство того, что это тестовый метод. DIV не является тестовым методом. Если я поставлю курсор сюда вниз, нажму сохранить все это и запущу Ctrl Shift F10, то программа компилируется. Видите? И вот здесь внизу, внизу слева написано, что был вызван метод add. Я запускал весь файл, у меня курсор стоит не в методе, а в классе. Значит, должны были все тесты отработать. Но DIV не тест, поэтому отработал только один. Он вызвал add с пятерочкой, с двоечкой. Кстати, мне вот такой синтаксис не нравится с двоеточиями. Это, так, сейчас надо отключить. Это тоже некая подсказка. Disable. Я не люблю это все изобрать. Итак, все понятно. Вот оно. Я вызываю add 3 и 2, еще раз запускаю Shift F10. Сейчас у меня курсор опять я буду ставить у себя вне класса, чтобы быть уверенным, что запускаются все тесты. Смотрите, вот он тест запустился. Здесь внизу можно в это тоже увеличить результат. Но если была бы ошибка, мы бы это увидели. А когда зелененький, то все хорошо. Давайте сделаем ошибку, пожалуйста. Вот, я не знаю, пусть будет здесь. Мы сами посчитали с ошибкой. Такое бывает. Спок достаточно подробно информирует нас о произошедшей проблеме. Это тоже отличает положительно того, что у нас происходит. Смотрите, да? Прямо пишет вызов. Вызывается такой-то вот объект такого-то класса. И это его хэш. Помните, да? Как это? ToString на Java. Вот это. Вот то, что было получено. Пятерочка. Она говорит, мы получили пятерочку, а у тебя 4. И это false. 4 не равно 5. Очень информативно. Очень информативно. И здесь вы видите, что тест не прошел. Не, ну понятно, это было наше, да? Наш кассет. Давайте чуть более подробным вариант напишем div, где мы сделаем, ну скажем, разделов, setup, effect. Их на самом деле больше. Их 5. Хотя иногда пишут, что 6. Но я считаю, что все-таки 5. Таких на самом деле 6. Итак, setup будем писать для красоты, хотя это не обязательно. О, а что я на русском? Вроде писал на английском. Итак, что я хотел писать? Setup. Setup. Так, что мы делаем? Деление. В любом случае, первый объект, который мне нужно создавать, всегда, ну это понятно. От этого вообще никуда не деться. Значит, создадим. Создали. Так, дальше. Например, хочу переменную нормально настроить. Что я должен писать? Там, я не знаю, варианты хардкода. Наверное, не вопрос. Создай переменную. Пусть будет переменная там, а, б, имена любые. Можем мы присвоить значения. Если писать без точек с запятой, то вы уже поняли, надо записать тогда все это в одну строчку каждой команды. Итак, 7 буду делить на 2. Мой любимый код. Дальше. Дальше я хочу разделить. Я хочу выполнить тест отдельно. Для этого есть специальный раздел. Я говорю, выполнить, а потом буду проверять, что получилось. Это самое слово, when. Ну, как бы некий такой элемент сценария. Да, я говорю, когда вот будет выполнено такое действие. Какое действие? Сейчас выполним. Я говорю, так, мы, значит, хотим получить результат от вызова на опч метода div с параметрами. Ну, естественно, а, б. Все, и я зафиксировал результат, и потом я как раз, а, команда, вот эта сценарная when, она обязательно требует продолжения. Обязательно требует продолжения. То есть у нас потом должно быть then. When, then, para. Не напишите, будет ошибка в самом тесте. Итак, я говорю, а вот если такое будет сделано, то должно произойти следующее. Что должно произойти? C равно. Не надо писать ассерты. Здесь достаточно писать кодом. C равно. Чему оно равно? 7 делим на 2. Мы же Java программисты. Второй 3 будет. Итак, опять я ставлю курсор вот здесь вовне. Нажимаю. Что я нажимаю? Ctrl-Shift F10. И смотрю. Выполняется два теста. О, видите, оба завершились успешно. Вот у меня оба теста отработает. Ну, я не буду здесь сейчас писать какую-то ерунду, да. А, допустим, я разделю на 0. Я говорю, о, вот это надо еще протестировать. Давайте на 0 разделим. Ну, если мы делим на 0, то понятно, что происходит. При целочистом делении в Java у нас выбрасывается exception. Видите, да. И вот оно, пожалуйста, напишет. Здесь вообще-то произошел у тебя exception. Видите, красным помечен метод div. Почему? А он как тест не отработал. Потому что произошел исключение. Понимаете, да. То есть он вообще не дошел до строчки, по сути, за. Это нормально, то, что мы при делении 0 получили исключение? Это нормально, да. И такое должно быть поведение. Это правильное поведение. Поэтому мы можем написать тест, который проверяет, что происходит правильное поведение, а именно выбрасывать исключение. Тогда, если я пытаюсь делить на 0, я должен здесь буду поменять. Я напишу then, и вместо... Ну, если делим на 0, то exception нету результата. Поэтому чего c проверять? Это бессмысленно. Но здесь есть такое слово, которое называется выбрасывается исключение. Соответственно, throw, throw, как он там правильно пишется сейчас найдем? Throne. Нет, здесь пишется thrown. То есть вот так вот они... Вот такое они придумывают. Выбрасывается. Ну и, соответственно, в скобочках вы должны написать, какой тип исключения выбрасывается. Ну так как у нас это javs, arithmetic, except. Вот, я говорю, если ты будешь делить a на b, где b 0, то должен быть результат exception. И вот если сейчас у меня произойдет исключение, то мой тест завершится успешно. Почему? Потому что я именно такое поведение проверяю. Смотрите. Вот видите? Вот сейчас этот один тест и второй. Оба завершились успешно. Оба. Вот если бы я взял... Не буду это терять время. Сюда бы поставил обработчик исключения, да, трайтечку сюда, то тогда бы получилось бы что? Я ожидаю exception, а его нет. И тогда бы мне тоже тест написал. Поведение не соответствует тому, что ожидается. Вопрос? Пока все понятно? Пока все понятно. Что еще может нам пригодиться? Нам может пригодиться еще такая система. Смотрите. Что у нас получается? Вот сейчас я с такими входными параметрами писал тест. Потом мне понадобилось с другими входными параметрами писать тест. И еще с третьими. Я, например, хочу складывать и хочу попробовать пять вариантов. Можно? Можно. Если я хочу складывать и попробовать пять вариантов, понятно, что мне тогда надо писать не хардкода, да? Мне нужно нормально создать объект раз. Мне нужно нормально сказать, что при вызове с параметрами А и Б я должен получить результат С. И я должен обеспечить несколько вариантов А, Б, С, вот этих вот троек значений, чтобы могли отработать пять-пятнадцать раз, допустим, мои тесты на сложение. Я проверил пятнадцать вариантов. Смотрите, как легко и просто это делается в Spock Framework. Как это делалось в G-Unit, в TestNG, мы видели. Там приходилось писать либо код, либо XML. И здесь я пишу пятое или шестое. Пятое вот это слово. Setup, expect. Еще мы видели when, then. А мы пишем сейчас слово where. Оно только последнее может быть. Где? Только последнее. И именно там, в этом разделе В, вы описываете значения А, Б и С. Так как язык грубит, динамически ему не надо объявлять переменные, он догадается, что они там внизу лежат. Синтаксис здесь вот такой. Вы пишете А, вертикальные черта. Пишете Б, вертикальные черта. Это не вертикальные черта. Вертикальные черта. Пишете С. И дальше в этом табличном формате вы даете значение для всех этих переменных. Да, не забываем ставить вертикальную черту. Так что я здесь несколько раз просто размножу. Ну, 3 хватит. 3 хватит. Итак, что мы получили? Допустим, давайте. Я буду складывать 3 плюс 1. Я получу четверку. Я вначале правильно напишу, а потом напишу неправильно. Так, хорошо. Допустим, я минус 3. А, нет. Минус 3 нехорошо. Все разъехалось. Ну, это некрасиво. Так, двойку сравниваю с пятеркой. Давайте. Вначале попытаемся все правильно сложить, а потом все испортить. Итак, внизу ставлю курсор. Shift F10. Пожалуйста. Вот оно работает. Все отработает. А если сделать ошибок? Ну, давайте. Все увеличим на единицу. А, ладно. Давайте в массы спорти. Здесь везде будет ко всему преваляться единица. Зачем? Shift F10. Это пролетело. У меня курсор был в Эде, поэтому вызывался только один метод тестовый. Пожалуйста. Обратите внимание. Все случаи расписаны. Он говорит, смотри, тут у тебя должна была получиться АА-пятерка. Ну, в общем, по всем раз, два, по всем трем, вы видите, да? Ну, где еще мы так можем просто сделать набор тестов? Ну, выглядит же приятно. Согласитесь. Да? Очень читаем. Вот сам тест, посмотрите, да? Setup. Expected. В. Еще покажу немножко более сложный вариант. Ну, только, что буду тестировать сейчас я думаю? А давайте вообще ничего не будем тестировать. Просто напишу тест ради теста. Чтобы показать синтаксис, насколько язык грубий в этом смысле более, так как он динамический, насколько он элегантнее по своему синтаксису, чем, допустим, и короче. Вот именно короче, чем, допустим, аналогичный код, который бы мы пытались писать на Java. Итак, я сейчас хочу создать в разделе Setup, где я не буду ничего писать. Просто по той простой причине, что это не нужно, кроме Dev. Я хочу создать список, список, состоящий из элементов. Так, два, что там напишу? Где запекает? Два, три. Так, создал список. Дальше. В разделе у меня будет when is n. С этим списком выполняется некое действие. По идее, надо было вызвать кого-то, кто это сделал. Но я сам могу это сделать, в конце концов, чтобы показать возможности. Итак, я пишу when. И я сейчас из списка удаляю объект. Смотрите, list, точка, методы, remove, protected, ничего не вижу. Create. Может быть, слишком много. Так, event вы правильно написали, да? Туда, куда надо. Так, list. А может, он не remove называется? Странно. Куда оно все делось? Вроде все подключено. Она говорит, лист не вижу. Вот проблема что-то. Я же говорю, что это какая-то проблема с самим списком. Проблема с самим списком. Странно. А если бы я написал какую-нибудь другую ерунду? Это же лист. Лист. Ну, давайте setup добавим. Может, там скобочки. А, спасибо. Наверное, это такая здесь автоматическая генерация кода, которая стоит автоматически. А я не набирал ее и не ожидаю, что там есть скобка. Да, он ее сам. Вот это вот. Я всегда в средах, которые под себя настраиваю, я убираю вот эту автоматическую генерацию закрывающих скобок. Я сам поставлю, когда мне будет надо. Вот они нормальный метод добавить, удалить. Вот он, remove, наконец. Так, я хочу удалить первый элемент. Они с нуля считают. Итак, смотрите. Я удаляю первый элемент. Это значит, двоечка удаляется. А теперь смотрите, в разделе zen вот такой интересный синтаксис. Я говорю, список должен быть равен 1, 2. Смотрите. Где вот такой синтаксис? Равно. Я говорю, а в списке должны быть два элемента. 1 и 2. Control F10. Запускаем. Она сейчас побежала. У нас там много ошибок. У нас там все неправильно. Мы еще забыли поправить суммирование. Вот, пожалуйста, смотрите. Она говорит, список-то получается 1, 3. Реально. А у тебя 1, 2 ты проверяешь. Неправильно. Видите, все расписано. Почему мы ошиблись? Где мы ошиблись? Очень все просто. Вы удалили какой элемент? 0, 1, 2 удалили. Двойки быть не может. Значит, вот такой вариант. Должна быть троица. Так, и давайте масс поправим. Что это у нас такое? Понятно. Вот они возможности современных динамических языков, которые не строго типизированы, как та же самая Java. Создание списка, работа со списком, проверка на равенство. Выглядит совсем компактно. Итак, после того, что я здесь поправил, я запустил только один тест. Тест прошел. Все корректно работает. Пожалуйста. Вы скажете, ну, кроме такого написания теста в виде сценариев у нас еще что есть? Ну, если не полениться и зайти на сайт с документацией, на сайт с документацией, а сайт с документацией у нас есть. Смотрите, вот он. Вот такая страничка. Сейчас я ее открою. А тем, кто у нас в вебинаре, сброшу ее. Вот такая страничка. Вот смотрите. Это короткое описание, что может. А вот это, если взять, прозвертое. И здесь, как написанное имя, да, в all-in-one-html, вы сможете почитать про все возможности вот этих вот разделов. Как пользоваться, например, там можно создавать на уровне класса повиненный, которые будут видны во всех методах. Там добавляется аннотация шеи. Я это к чему открываю? Я это открываю к тому, вот они здесь расписаны, все эти метки всех блоков, какие могут быть. Я это открываю к тому, чтобы показать, что здесь есть не только возможность написания тестовых методов, методы, которые вызываются до и после. Но здесь, в этой библиотеке, есть и аннотации. Есть аннотации. Если кто привык пользоваться аннотациями, ради бога, пользуйтесь. Вот они, аннотации. Можно задать, ограничить время выполнения кода. Можно какой-то метод, видите, да, игнорировать, чтобы он не вызывался и так далее. Пожалуйста, ради бога, есть аннотации. Поэтому все то, что мы сейчас здесь сделали, можно еще было бы украсить и вот этими разными дополнительными нюансами. Но наша задача, которую мы должны еще сделать, у нас есть на это время, посмотреть ту позицию, которая называется на слайде Моки. Распок это умеет. Вот представьте, мне нужно, там есть разные варианты. Вот в этом подробном All-in-One, там все это написано. Например, вы хотите какой-то объект заменить, он из базы берет данные. Не надо мне лазить в базу, я делаю тест не его, а другого. И мне нужен объект, который лазит в базу, заменить на объект, который в себе хранит четко фиксированный набор данных. Это будет стаб называться, заглушка. Я не буду обращаться к СУБД, я в тесте, создам стаб, и в нем будет прописано, например, пять сотрудников. Все, и этот будет использоваться дальше в тесте. Это самый простой вариант. МОК объект будет сложный. В нем тоже может быть состояние, но самое важное, что объект МОК, он фиксирует и позволяет потом проверить, что были сделаны или не сделаны определенные вызовы. Понимаете? Он как бы записывает историю вызовов. Вы можете создать объект МОК. Тест 2 сделал. Вы можете создать объект МОК. Используя интерфейс для интерфейса, вы можете создать МОК. Вы можете создать МОК для существующего любого типа данных. То есть интерфейс не обязательный. Если вы хотите пойти дальше, есть еще объект под названием Spy, шпион. Он создается на базе существующего объекта, но будет записывать все, какие происходят вызовы, как шпион. То есть это будет реальный объект. Работа с ним, а шпион еще все фиксирует. Вот это было вызвано, вот это было вызвано и так далее. Поэтому, не знаю, сейчас проверю еще раз. Скобка. Ну да, она сама стоит закрывающая. Ставлю фигурную, она бах, не стоит закрывающая. Надо Enter было просто нажать, а я по привычке сам поставил закрывающую фигурную скобку. Итак, кого мы будем тестировать? Кого мы будем тестировать? На кого мы будем? Вот я сейчас хочу, если я сам буду вызывать методы в своем тесте, вы скажете, да и вот уже методы вызваны, и так все видно, что они вызваны. Я в класс масс-2, чтобы побыстрее, добавлю еще один класс, который будет, собственно говоря, и содержать в себе некий метод, где будет у нас происходить дополнительный вызов. Итак, как мы его назовем сейчас, совершенно неважно, будет провайдер какой-нибудь. Провайдер. Чего он провайдер? Не принципиально. Итак, в этом классе будет метод. Пусть будет public static. Это Java код. Здесь ничего нового. Обычный метод. Void. Ничего он нам не делает. Он будет получать какие-то параметры зачем-то. Метод будет у него называться getProvider. Что-то обеспечивает. Get. Теперь метод будет называться get. Что он будет делать, это мы потом напишем. Но самое главное, что он будет получать на вход какой-то, допустим, параметр. А может их и два. Пусть будет int a, int b. Так. И он будет получать сюда... Что-то с ними будет делать. И он будет получать сюда объект какого-то класса дополнительного. Вот. Mass2 он сюда будет еще получать. Ага. Так. Мы ему передадим Mass2. И он вот на этом объекте Mass2 и будет делать вызов. Он берет этот объект m и на нем делает зачем-то вызов метода add для параметра a и a. Зачем-то делает... Ну, такой метод, такая бизнес-логика у него. Придумали. Зачем-то. Вызывает еще и второй add. b и b. Ну, вот так он устроен. Что он возвращает? А он ничего не возвращает. Ну, и отлично. Итак, смотрите, что мы будем с помощью mock-а тестировать. Я должен сейчас убедиться, что на объекте m add вызывается два раза. Вы понимаете, как я могу убедиться, что метод add на этом объекте вызывается два раза? Что по коду лазить и считать? Нет. Я сделаю mock, и он будет считать. Вот он, у нас есть даже метод такой уже, тест. Так, помните, писать setup не обязательно. Не буду писать. Сэкономлю время. Set dev сразу. Я создаю, ну, mock, mock, mock. Напишу, чтобы было понятно, что mock. Специальный объект, который... Но он должен создаваться. У нас есть готовый класс этого mock-а. Видите, там целая куча всяких вариантов. Смотрите, здесь mock-и. Есть еще более какие-то mock-и. И здесь есть, а если убрать слово mock, а поставить s. У нас есть шпионы, у нас есть стабы. У нас много чего есть, что вы можете создавать. Разные варианты заглушек. Умный, просто заглушки и так далее. Итак, у нас здесь идет умный, mock, контролирующий. Кого он будет контролировать? Поведение объекта класса mass. Ему только тип нужно. Он сам сделает. Вы скажете, а как он реализует функционал всех методов этого класса mass-2? Никак. Так, это будут заглушки, которые никакого внутри себя не содержат, естественно, бизнес-логики. Но они возвращают. Return есть у них. Метод же add, div что-то возвращает. Они возвращают дефолтное значение для типа. Какое у нас, чем инициализируется имп? Нулем. Ноль они возвращают. Если бы это был буллер, они бы возвращали все false. Мы могли бы убедиться, что возвращается ноль, но что тестировать не свою бизнес-логику? Нам надо тестировать, как работает mass. Точнее говоря, мы хотим протестировать, что в этом методе... Забыл, он уже даже называется. Get. Это же не get. Что в методе get на объекте mass два вызова add. Итак, что происходит? Setup мы сделали. Потом идет when. Я говорю, а потом произошло следующее. Взяли и вызвали на классе provider метод статический get. Ему сюда закинули числа два. Это. И что еще закинули ему? И mock. Я говорю, а ты будешь смотреть, что там происходит? Отлично. После when у нас идет then. Я говорю, и должно получиться следующее. Смотрите, что должно получиться. Вот есть специальный для этих mock синтаксис, который говорит. Два – это сколько раз? Что вызвано? When add. Он же add называется? А, надо на каком объекте написать? На mock. На объекте mock. Вызван add. А у него параметры есть. Ну, мы же сами написали. Один, два. И еще вторым, третьим параметром он получил кого? Стоп. Это вызывается с двумя параметром. Он ничего больше не получал. То есть у нас получается, что на этом объекте, который мы mock создали, вызываться add с параметрами 1, 2 должен два раза. Ну, а что-то не должно вызываться. Я так и напишу. Ноль раз должен вызываться на объекте mock. Кто там у нас есть? Div. Все. Div не вызывается. Вы скажете, а с какими параметрами div не вызывается? Вот. И надо и написать ни с какими. Понимаете? Если вы напишите 1, 2, это будет частный случай. Хитро. Подчеркивание. Это не подчеркивание. Подчеркивание, заведая подчеркивание. Я говорю, а параметр, говорю, не важен. А параметр, говорю, не важен. Что-то уже напоминает, да? Хорошо. Итак, так как параметр не важен, то мы теперь можем совершенно... Да, там вот подсказывали мне. Спасибо. Значит, я нажимаю Shift F10 и смотрим. Так, где курсор? Давайте сюда вернем курсор. У меня вообще где-то было не там. Shift F10. Так. Вот он. Все отработали. А тест 2? А тест 2 не отработал. А что это он не отработал? Нет. Мок, мок. Везде моки. Мок, мок. А, я понял. Не-не-не-не. Какая память? Забудьте про нее. Памяти здесь нет. Это... Смотрите. А он говорит, ты знаешь, ты хотел, чтобы было вызвано два раза... Вот сейчас увеличу. Он говорит, ты хотел, чтобы был вызов два раза с параметрами 1, 2. Такого произошло 0 раз. А произошло, он смотри, говорит, что? С параметрами 1, 1 и 2, 2. Я же там писал ААББ. И получилось у меня не 1, 2, а совсем другие значения. Поэтому здесь тоже получается. Я говорю, ой, я говорю, а какие параметры, ты знаешь, мне это неинтересно на самом деле. Не, можно было расписать по отдельности. Но так как мне, например, параметры неинтересны, я говорю, меня просто волнует факт, что add вызывается дважды любыми параметрами и div 0. Вот теперь вот этот вариант прошел. Вот, пожалуйста, смотрите, насколько легко и просто встраивается в Spock Framework работа с вот этими заглушками, с моками. Это вообще делается практически... Я даже это кодом не могу назвать. Понятно, да? Но он это все действительно фиксирует. Он это действительно, вы видели, показывает и считает, и все эти вызовы позволяет вам потом убедиться, проверить, что они были сделаны. Представьте, да, насколько может быть сложная бизнес-логика, и вы контролируете, что какой-то метод вызывается несколько раз. Потом изменили бизнес-логику, ваш тест показал, что там что-то поменялось. Все, отлично. Или там поменялся какой-то параметр, и веточка другая пошла. И, не знаю, там из-за этого другой какой-то получился. Там изменили бизнес-логику, еще что-то поменялось. И это все тесты поймают. И это все здесь легко, удастся поймать. Так. Ну, наверное, основные моменты. Основные моменты мы посмотрели. Еще раз вернем этот слайд. Пожалуйста, вы видите. Сценарий. Современный язык динамический, но он позволяет тестировать Java-код. Он позволяет вызывать старые тесты G-Unit. Он в себе включает и юнит-тестирование, и Моки, и Стабы, и все, что хотите. Поэтому давайте будем считать, что для работы, ну, я бы вот из этих трех предлагаемых вариантов для себя, вот честно, писав код на Java, писав в XML файлы, я бы здесь сказал, что все-таки для меня Groovy выглядит красивее в плане того, что все в одном файле, все тесты. Не надо лазить XML-код с аннотациями. Все в одном файле. Достаточно компактно за счет того, что язык динамический. И возможности, например, как вы видели со списками, да, возможности вполне, вполне интересны. Если есть вопросы, вы задаете. Если вопросов нет, то вы приходите к нам, изучайте Java. Я, честно говоря, не посмотрел на сайт, есть ли у нас Groovy. Я даже врать не буду. Боюсь, что не такой сложный динамический язык. Но, прочитав вот эту документацию, как пишется в Spock Framework тесты, вы все, что нужно из Groovy для написания тестов будете представлять. И следите за нашими семинарами. И у нас последний семинар где-то там перед Новым годом будет по Framework тестирования Scala. Всем спасибо за участие. Буду рад еще вас на каких-то семинарах всех увидеть. Субтитры сделал DimaTorzok